Возле заросшего кувшинка Мейтина и Старого пруда остановилась машина. На дворе стояла глухая ночь, даже луна решила не выглядывать из-за туч, и поэтому окрестность освещала лишь только яркий свет фар. Из-за руля вышла женщина, обогнув старенький Volkswagen, открыла багажник, и тут же на всю округу раздался скулеж. По всей видимости, в мешке, который достала автоледи, находилась собака. Да замолчи ты уже, недовольно пробормотала женщина. Все нервы мне уже вымотала, немного уже осталось. Согнувшись под тяжестью ноши, она поволокла мешок к берегу. Что вы делаете? Зачем? Вдруг услышала доносящийся из темноты голос, и от неожиданности даже выпустила из рук свой груз. Я повторяю, куда вы его тащите? Голос приближался, и вот в отражении фар появился его обладатель. Это был высокий мужчина, на вид лет 70. Вся его фигура и осанка говорила о том, что это довольно сильный, хотя и пожилой мужчина. Одет правда был не очень. Видавшая виды затасканная куртка, спортивные штаны, которые давно утратили презентабельный вид. Ваше-то какое дело? Огрызнулась женщина. Моя шавка, что хочу, то и делаю с ней. Но это же живое существо, воскликнул старик. А скоро будет мертвая, осклабилась живодерка, как и его хозяин. Надо же, сам помер, а этого мне оставил. А я еще живая и нормальной жизни хочу. Не понравился, видите ли, ему мой новый ухажер. Только в гости ко мне заявился, а это сволочь. Она кивнула на мешок, цепилась ему в ногу. В общем, не мешайте мне, идите, куда шли. Затем женщина вновь поудобнее обхватила конец мешка и, размахнувшись, бросила его в воду. А затем, как ни в чем не бывало, отряхнув руки, направилась к своему автомобилю. Через несколько секунд ничего уже не напоминало о произошедшем, лишь топкая трясина с тихим чевканием стала засасывать свою гобычу. Немедленно секунды пожилой мужчина бросился в воду. Она даже не успел ни разуться, ни раздеться. Благо, на дворе стоял довольно теплый август, поэтому вода еще не успела остыть. Буквально в два грибка пенсионер отдалел расстояние до мешка. Стараясь держаться на поверхности, он на ощупь распутывал веревку, стянувшую горловину. Еще пара секунд и спасенная собака, не оглядываясь, погребла к берегу. Она вылезла на сушу, отряхнулась, распространив вокруг себя фонтан брызг и замерла. «Беги давай, беги», — подбадривал несостоявшуюся утопленицу ее спаситель. А сам тем временем попытался встать на ноги. Пруд был неглубокий, но очень опасен тем, что имел топкое дно. И хотя странник был довольно высок, вода доходила ему почти до плеч, а каждое движение все глубже и глубже засасывало выл. Собака все стояла на берегу, а затем рванула куда-то в темноту. В ту ночь Даша не спалось. Двенадцатилетняя девочка не боялась оставаться на ночь одна, тем более что в будке во дворе ее покой, оберегал ее верный дружок. Девочка ворочалась сбоку-набок и прислушивалась. Почему-то именно сегодня пес ни с того ни с сего, подал голос и начал тихонько выть. На его призыв тут же отозвались все дворовые собаки, началась настоящая какафония. Даша не выдержала, встала и вышла на крыльцо. Дружок метался на длинной цепи возле будки, а рядом с ним сидел какой-то мокрый чужой пес и как будто что-то рассказывал дружку. Затем незнакомая собака увидела Дашу и кинулась к ней, она тыкалась в девочку мордой, но не злобно и не с целью укусить, а как будто звала за собой. Девочка накинула на себя куртку и скомандовала гостя. Веди, они помчались к старому пруду, в это время пожилой мужчина уже прощался с жизнью. Вода доходила ему почти до носа, а ноги все глубже и глубже увязали в вылистом дне. Ну вот и все, Федор Иванович, кончилась твоя жизнь, проносились в голове грустные мысли, и чего ты в ней добился? Кому оказался нужен на старости лет? Буквально через пару минут пожилой мужчина уже выбирался на берег. Тут же крутился спасенный им пес, он бежал следом за девочкой и всем своим видом выражал радость от того, что мужчине удалось выбраться. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.